Рельеф 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 Полезные ископаемые Климат И внутренние воды Евразии Давайте с вами вспомним Что же такое рельеф 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 Это все неровности земной поверхности Различные по очертаниям размером, а также по происхождению. Обратите внимание на физическую карту Евразии, и мы четко видим, что на западной окраине материка нет высоких гор, а направление север-юг перекрывает гигантским альпийско-гималайским горным поясом. Поэтому влажные западные ветры с Атлантического океана, которые преобладают в умеренных широтах, проникают далеко на восток. На южных наветренных склонах Гималаев количество летних осадков достигает колоссальных значений. В районе города Чарапунджи располагается самое влажное место на земле, около 12 тысяч миллиметров осадков в год. Итак, давайте вспомним, какие же формы рельефа существуют. Рельеф делится на горы и равнины. Горы, в свою очередь, подразделяются на высокие свыше 2000 метров, средние от 1000 до 2000 метров и низкие до 1000 метров. Равнины, в свою очередь, подразделяются на плоскогорья свыше 500 метров, возвышенности 200-500 метров, а также низменности до 200 метров. Гора Джамалунгба является высочайшей вершиной мира. Ее высота составляет 8848 метров. Итак, климат. Что же такое климат? Климат – это многолетний состоявшийся режим погоды, характерный для данной местности. В отличие от погоды, он характеризуется устойчивостью. Обратите внимание на карту климатических поясов и областей Евразии. Мы четко видим, что Евразия включает в себя все семь климатических поясов. Это арктический, субарктический, умеренный, субтропический, тропический, субэкваториальный и экваториальный пояса. Также прошу обратить внимание на то, что в умеренном поясе и в субтропическом поясе присутствуют свои климатические области. Например, в умеренном поясе – это области морского климата, умеренного континентального климата, континентального, а также муссонного климата. Итак, давайте перейдем к полезным ископаемым. На территории Евразии их достаточно большое количество. И среди основных можно перечислить следующее. Это каменный уголь, нефть, природный газ, железная руда, золото и так далее. Какие же типы внутренних вод существуют? Это реки, озера, искусственные водоемы, ледники, болота, а также подземные воды. Рассмотрим типы внутренних вод. Среди типов внутренних вод выделяют реки, озера, искусственные водоемы, болоты, подземные воды, а также ледники. Какие же крупнейшие реки протекают на территории Евразии? Среди крупнейших можем выделить Волгу, Енисей, Лена, Амур, река Янзы, Инд, Ганг и многие знакомые уже вам реки. На территории Евразии находится самое удивительное озеро Байкал. Самое большое природное хранилище пресной воды, которому уже 25 миллионов лет. Еще один немаловажный объект на территории Евразии – это многолетняя мерзлота. Итак, давайте ознакомимся с определением, что же такое многолетняя мерзлота. Это часть креолитозоны, для которой характерно отсутствие периодического оледенения. Занимает обширную территорию к востоку от Енисея, северные районы Западной Сибири, Урала, Восточной Европейской Равнины. Обратите внимание на карту многолетней мерзлоты. Мы видим, что здесь показаны районы сплошного распространения многолетней мерзлоты, районы распространения многолетней мерзлоты с талыми грунтами, а также районы, лишенные многолетней мерзлоты в целом. Для закрепления пройденного материала предлагаю вам ответить на следующие вопросы. Что же такое рельеф? Что такое климат? Какие полезные ископаемые встречаются на территории Евразии? А также определить, какие реки к бассейнам каких океанов относятся. Спасибо за внимание. Урок окончен. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об актуальности проблематики рассказа Евгения Носова «Кукла». Евгений Носов так говорил о своем творчестве. «Моей неизменной темой по-прежнему остается жизнь простого деревенского человека, его нравственные истоки, отношения к земле, природе и ко всему современному бытию». Всю его жизнь можно разделить на два этапа. Первый сам он охарактеризовал так. Жилось тогда трудно. В начале – голодные 32-й, 33-й, когда были введены карточки, а рабочие детвора подпитывали себя едва завязавшимися яблоками и цветами акации. Вслед за ними – 41-й, 45-й, когда вчерашняя детвора должна была вставать из-за школьных парт и отправляться на фронт. Всю войну прошел Евгений Носов и только в конце был тяжело ранен и, как говорил он сам, провалялся полгода в гипсовом панцире. Потом – 45-й, возвращение за школьную парту. Но его в гимнастерке, увешанной орденами и медалями, ученики принимали за учителя. Конечно, не совсем удобно было находиться за одной партой с нынешними пятиклассниками, и поэтому ему пришлось продолжить самообразование дома. Зато вслед за этим приходит жизнь простого человека. Он заканчивает образование. Вначале живет в Казахстане, потом переезжает в Курск. Работает корреспондентом в газете. Позже становится членом редколлегии роман-газеты, а еще чуть позже – членом Академии российской словесности. Все свободное время он отдает любимой рыбалке посиделкам у костра. Такими же простыми людьми являются и герои его произведений. Так, например, Акимыч – главный герой рассказа «Кукла». Сейчас он заядлый рыбак, но в прошлом воевал в Горбатовской 3-й армии, участвовал в Багратионе, ликвидировал Бобруйские, а затем и Минские котлы, брал белорусские и польские города и только в конце войны ранило его бескровно, но тяжело. Разволновавшись, он внезапно утрачивал дар речи. Таким же простым человеком является и сам рассказчик Иванович. Он тоже сейчас заядлый рыбак, но имеет славное боевое прошлое. Он прошел все те же муки, что и Акимыч. Их и ранило в одно и то же время, только в госпиталях они оказались разных. Композиционно рассказ делится на две части. Первая – это описание природы Подлипнина и изображение трансформации, произошедшей с природой из-за человеческого равнодушия. Это описание подготавливает нас к следующей части рассказа, собственно, к рассказу о брошенной кукле. Описывая природу, рассказчик вспоминает о прошлом и говорит, насколько полна жизни была река раньше. В этом месте река делает поворот с таким норовом, что начинает крутить целиком весь омут, создавая обратно круговое течение. Денно и нощно урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки, которых избегают даже гуси. На вечерней зорьке буравили речную гладь литые забронзовелые язи – рыбы. Но сейчас рассказчик приезжает на старые места и не узнает их. Русло сузилось, затравенело, чистые пески затянуло дурничником и жестким белокопытником. Объявилось много незнакомых мелей и кос. Там, где когда-то страшно крутило и водоворотило, горбом выпер грязный серый меляк, похожий на большую околевшую рыбину. И на том меляке старый гусь, который даже не может вспомнить, какую опасность таила в себе когда-то это место. Ныне все это язевое приволье ощетинилось кугой и пиками стрелолиста. «И рыбалки сейчас здесь нет, – говорит Акимыч, – не стало делом, – Иваныч, – не стало. В чем причина таких изменений?» Автор отвечает, «Всюду, где пока свободно от трав, прет черная донная тина, раздобревшая от избытка удобрений, сносимых дождями с полей. То есть во всем виноват человек, который не думает о том, к чему приведут его действия. Но не только природа уничтожается, уничтожается и человеческое добро». Рассказчик приходит к месту, которое ему давно знакомо. «На берегу, в тростниковом шалаше, мне не раз доводилось коротать летние ночи. Но сейчас на месте шалаша он видит только пепелище. Уж не помер ли? Нехорошо сжалось с нем, когда он набрел на обгорелые останки Акимычева шалаша. Он не может поверить, что жилище человека, пусть и временное, может быть разрушено при его жизни. В противовес этим разрушениям он видит жизнь людей. Белая кирпичная школа, новенькая. В природе солнечно, тепло и даже празднично. Где-то там за молодыми яблонями раздавались хлестки и шлепки по волейбольному мячу, иногда сопровождаемые всплесками торжествующих, одобрительных ребячих вскриков. Эти молодые голоса под безоблачным сельским полднем тоже создавали ощущение праздничности и радости бытия. Но рядом с этим праздником жизни в грязном придорожном кювете, сточной канаве, валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. Большая и все еще миловидная лицом с легкой, едва обозначенной улыбкой на припухлых по детских губах. Кукла – ребенок. Но светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожженная, должно быть, сигаретой. Акимыч из-за своего недуга не может скрыть своей реакции. Бледный, смучительно одеревеневшими губами, казалось, не признал рассказчика вовсе. Видно, его что-то вывело из себя и, как всегда, в таких случаях намертво заклинило. А что же окружающие? Проходят парочки, за руки держатся, про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках, бровью не поведут. Детишки бегают, привыкают к такому святотатству, но больше всего Акимыча поражает. Главное – учителя. Они ведь тоже мимо проходят, вот чего не понимаю. Но Акимыч не может пройти мимо. Он закапывает куклу, как будто хоронит человека. Но ведь это же кукла. Акимыч говорит, вроде и понимаешь, кукла, да ведь облик-то человеческий. И ну и так сделают, что и от живого дитя не отлечишь, и плачут по-людски. Почему произошедшие с куклой настолько поражают Акимыча, и почему так переживает только он? Человек создал такую игрушку по своему образу и подобию, конечно же, не только ради забавы. Кукла несет в себе жизнеутверждающее, гуманное начало. Играя с куклой, девочка, еще сама от того не осознавая, готовит себя к взрослой жизни. Кукла учит смеяться, жалеть, любить свое будущее дитя, своих родных, свой дом, окружающих людей. Но кукла, лежащая безвольно, так похожа на человека. Акимыч насмотрелся уже за войну на таких безвольно лежащих кукол. Он говорит, может, со мной с войны такое. На всю жизнь нагляделся я человечиной. После того, как он похоронил куклу, джумно вздохнул, будто вынырнул из какой-то глубины и проговорил с болью. Всего не закопаешь. О чем он? Он говорит о равнодушии, которая становится равносильным жестокости. В первоначальном варианте рассказ назывался Акимыч. Позднее писатель назвал его кукла. Как вы думаете, почему автор изменил название? Брошенная и стерзанная кукла, случайно увиденная Акимычем, стала толчком к серьезному размышлению о человеке, о его достоинствах и недостатках. Вначале человек изувечил природу, походя, не задумываясь о последствиях своих действий. Потом он рушит уже чью-то собственность ради забавы. Дальше может надругаться над куклой, а в следующий раз и над другим человеком. К сожалению, и сегодня многие живут только лишь ради своего спокойствия и благополучия, и не замечают или не хотят замечать то негативное, нехорошее, что происходит в окружающей жизни, природе. Таким образом происходит страшное превращение в равнодушных людей. Об этом говорят многие авторы, поэтому в качестве домашнего задания предлагаю вам сравнить рассказ Носова кукла с стихотворением Случевского. Ответьте на вопрос, какое произведение оказало на вас более сильное впечатление и почему. Удачи в работе на домашнем задании. Здравствуйте! Начнем урок для седьмого класса по информатике на тему создания презентации с эффектами анимации. Что мы сегодня рассмотрим? Как вставить видео, звук, настроить их эффекты, как добавить анимацию слайда отдельным объектам и настроить их свойства. Итак, как и любой объект, в презентацию мы вставляем с помощью вкладки «Вставка». Найдите там кнопку «Фильм» или «Видео». В открывшемся диалоговом окне выберите «Файл» и нажмите кнопку «Ок». В зависимости от версии офиса вам предложат либо сразу вариант запуска видео автоматически, либо по щелчку, либо на вкладке «Воспроизведение» вы должны выбрать начало видео автоматически или по щелчку. Давайте рассмотрим на слайде, как видео автоматически запускается и второе видео у нас запускается по щелчку. В зависимости от ситуации, когда презентация в виде сценария и управляется говорящим, тогда вы выбираете параметр по щелчку, а есть презентации, которые идут непрерывно, тогда, естественно, выбирайте автоматически. Аналогичные действия вам нужно произвести, если вам нужно вставить музыку. Но с музыкой чуть-чуть сложнее. Давайте рассмотрим. Сейчас вы услышите звук, который включается автоматически и заканчивается по щелчку мыши. Очень хорошо. То есть вы контролируете длительность музыки. Но что делать, если вашей презентацией пользуются другие пользователи, и вам нужно длительность музыки окончить на конкретном слайде, либо через указанное количество слайдов, либо вообще продолжить музыку на протяжении всей презентации. Обратите внимание, что если мы хотим, чтобы музыка звучала на протяжении всей презентации, тогда нам нужно на вкладке «Воспроизведение» выбрать начало для всех слайдов. Если мы хотим установить длительность музыки на короткий промежуток, тогда мы входим в параметры эффекта нашего звука и на вкладке «Эффект» группа «Закончить» выбираем по щелчку, после текущего, либо после указанного количества слайдов. Обратите внимание, что текущий слайд в данном случае тоже указывается. Для того, чтобы разнообразить нашу презентацию, сделать более яркой, PowerPoint предлагает нам переходы от одного слайда к другому. На вкладке «Переходы» вы выбираете тот параметр, который вам нравится. Что вам нужно еще дополнительно установить? Обратите внимание, вы выбираете по щелчку, либо слайд будет автоматически изменять друг друга, переменить ко всем и скорость изменения. Давайте посмотрим, какие переходы вы можете сделать. Абсолютно разные эффекты, но абсолютно разные предпочтения. Аналогичные эффекты можно применить и к любому объекту слайда. У нас есть четыре группы. Что означает «вход»? Это означает, элемент появляется на слайде, выход, элемент исчезает. Давайте посмотрим, как они работают. Например, эффект входа, эффект выхода и опять эффект входа. Обратите внимание, что на данном слайде у нас уже три эффекта. Как же мы должны их настраивать? С помощью вкладки «Воспроизведение» и «Анимация» у вас есть команда «Начало». И для каждого эффекта вы указываете момент начала. Либо по щелчку, либо вместе с предыдущим, либо по окончании предыдущего эффекта. Еще немаловажное значение для эффектов. Итак, у нас есть скорость эффекта появления элемента. На вкладке «Параметры эффектов» мы задаем продолжительность. Пример. Бывают ситуации, когда для одного объекта нам нужно применить несколько эффектов. Обратите внимание, вам нужно воспользоваться кнопкой «Добавить анимацию». К нижнему объекту я применяю одновременно два эффекта. Как? Посмотрите. Итак, используя «Добавить анимацию», выделяя нижний объект, я последовательно выбираю первый и второй эффекты. Для того, чтобы они мне выполнялись последовательно красиво друг за другом, я использую следующий параметр «Еще задержка». Если же нам нужно один и тот же эффект применить сразу для нескольких объектов, мы должны их выделить. И тогда все объекты будут выполнять один и тот же эффект. Итак, домашнее задание. Применяя все полученные знания, попробуйте построить солнечную систему. Итак, используя только вкладку «Вставка», «Анимация» и один слайд, пожалуйста, постройте схему нашей солнечной системы. У кого большая фантазия, можете добавить летящие кометы, спутники или космические корабли. Урок закончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует...